спорт день за днем представляет проект территория спорта день за днем санкт-петербург северная столица российского спорта в каждом районе города есть площадки и арены которые способны удивить мы расскажем где можно полноценно тренироваться не отходя далеко от дома и от места вашей работы как было сказано в предыдущем выпуске открыта регистрация на 32 петербургский марафон белые ночи который пройдет 11 июня 2023 года мы подробно рассказали что ждет участников в следующем году когда серия перезагрузится после кризиса ковидных лет а сегодня мы решили вспомнить что же сделал этот марафон самым культовым беговым стартом северной столице белые ночи с самого зарождения гонки в 1990 году задумывались как ночной забег участники стартовали в 11 часов вечера или в полночь посреди этой самой белой ночи самые быстрые пробегали марафонскую дистанцию за два с лишним часа и отправлялись отдыхать а другие участники бежали до утра и встречали рассвет на финише после пяти шести часов отчаянной борьбы этот романтический формат сразу начал рождать проблемы нелегко собрать зрителей на ночное спортивное мероприятие стремясь большей аудитории старт перенесли на вечер и какое-то время это работало но машин в петербурге становилось все больше и перекрытие города вечером создавала все большую напряженность на дорогах да и вообще у жителей центра тогда попытались стартовать рано утром а это уже была не та атмосфера сейчас гонка возвращается к истокам и снова становится ночной бегуны увидят белую ночь во всей ее красе первый победитель белых ночей чемпион 1990 леонид тихонов вспоминал как бежал ночью в экстремальных условиях дороги тогда в городе были очень плохие освещение и того хуже стартовавшим ровно в полночь бегунам приходилось двигаться по ямам и выбоинам почти в полной темноте время от времени приходилось искать дорогу по памяти а то и просто на удачу тем не менее тихонов выбежал из двух часов 17 минут что в подобных условиях совершенно невероятный результат марафон и состязания по спортивному ориентированию два в одном и это еще не говоря о безопасности которая в середине 90-х отсутствовала в принципе почти как на ралли дакар когда она еще проходила в африке соответствии с названием неудивительно что прошедшие эту закалку бегуны соревнуются до сих пор именно леониду тихонову предоставили право первой регистрации на белые ночи 2023 в этом году получил золотой билет можно сказать трасса белых ночей традиционно прокладывается в один круг и в этом особый смак только лучшие марафоны мира такие как берлинский и нью-йоркский проходят в городских условиях в один круг ведь подготовить растянутую 40 километровую трассу на улицах мегаполиса чрезвычайно сложно петербургские организаторы прокладывают путь от крестовского острова до моста александра невского чтобы бегунам не пришлось повторно проходить одни и те же виражи и премейл марафон задействует не только бегунов и волонтеров но и множество других людей например перед забегом нынешнего 2022 года стартовом городке трудились 30 петербургских массажистов сменявшие друг друга в работе с участниками каждый бегун мог бесплатно пройти массаж помогающий разогреть мышцы и не получить травму ну и просто получить удовольствие глобальные спортивные старты объединяют людей из множества областей и позволяют каждому прорекламировать свой труд на старт марафона 2022 вышло около 11 тысяч человек из них около 4000 на 42 километра а остальные на 10 километровку это одно из самых массовых спортивных мероприятий на территории россии по числу участников и одно из самых мощных по среднему уровню подготовки соревнующихся тем не менее до главных мировых марафонов еще очень далеко организаторы мечтают довести число стартующих до 50 тысяч но для этого предстоит проделать огромную работу к видны ограничения сильно ударили по профессиональному спорту далеко не факт что направится после них однако они же подняли интерес к здоровому образу жизни и к спорту массовому сидя в изоляции многие поняли что тренироваться по видео урокам и собираться в группу по интересам не так сложно как казалось сейчас когда люди вышли на волю массовые марафоны и вообще бег переживают новый взлет популярности стать частью этого взлета можно и в петербурге многие участники прилетают на белые ночи с другого конца страны откуда-нибудь из владивостока а другие из других континентов а жителям северной столицы достаточно просто заинтересоваться и Субтитры сделал DimaTorzok